Вот уже два с половиной года медики-волонтеры работают на передовой. Мы проедем по всей линии фронта. Это единственная дорога, которая ведет в Крымское. Другая, асфальтированная, контролируется боевиками. Для того, чтобы добраться до поселка, нужно проехать по грунтовке несколько километров. Но когда начнет таять снег и земля раскиснет, доехать до Крымского без тяжелой техники будет невозможно. Наш первый пункт назначения – небольшое здание в самом центре этого маленького поселка. Тут привязочно, но это не только привязочно, тут все. До войны в этой четырехкомнатной квартире была библиотека. На этих полках стояли книги классиков, сейчас жизненно необходимые препараты. Это у меня чайи вообще закончились. Это очень хорошо, чтобы они привезли. Потому что, видите, у меня уже там практически порожная полечка. Ее называли мамой Песок, теперь называют мамой Крымского. Евдокия Степановна, медсестра из Ивано-Франковской области, стала незаменимым врачом, как для военных, так и для местных жителей. И днем и ночью она находится в своей импровизированной больнице. В Крымском есть свой врач и небольшая амбулатория. Но все равно, как только что-то случается, все бегут именно к ней. Медсестра, врач, еще и водитель импровизированной скорой. Случается беда, она сама садится за руль. К слову, водить она научилась именно на передовой. Видите, как у меня. Примерзает. Это, скорее всего, третья. Нет, дальше. Не обходится и без плановых осмотров. Сегодня Степановна навещает свою давнюю пациентку. Перед осмотром больной она раздает гостинцы. Степановна на полставке работает Дедом Морозом и Святым Николаем. Видите, на такие висковые назвы, Ватерлову Наполеона, лента за лентой. Теперь можно приступать и к осмотру. С легкой руки рана практически зажила. Но домой Степановну все равно не отпускают. Уже по традиции на столе стоят горячие вареники. Вас люди добрают на Крымском. Да? Да. Дуже хорошая врачейха, дуже хорошая, да, лежат на. И лекарство дает бесплатную. Для местных жителей женщина стала своего рода спасением. Скорую они не то, что во время обстрелов. Они даже до войны ни разу в Крымском не видели. Но в основном возвращаются все люди наши, до военных врачей. Была четверка туда ходила до врачей. Теперь Степановна тут все в ней. Не знаю до кого. Умирать. Вот так лежи и умирай. В военных в Сиган-Висичанск машина стоит 600 гривен. Перерыв на обед закончен. Дальше Степановна снова отправляется на позиции к бойцам. Мы тоже едем дальше. Следующий пункт назначения нельзя называть в открытую. Это горячая точка на передовой. Здесь, на позициях, рядом с военными врачами работают медики-волонтеры. Все необходимое для того, чтобы работать с хором. Есть ляшко, где его можно покласти, прокапать, провести манипуляции. И даже он может тут переночевать. Есть буржуйка, тут тепло, тут топится. Власне, шафа с леками, с медпрепаратами. Все в одном помещении. Больницу обустроили на летней кухне. Когда-то здесь жили цыгане. Теперь врачи первого добровольческого медицинского госпиталя имени Пирогова. Их главная гордость – вот этот рюкзак. Это наша Манюня. Мы знаем с помощи. Делаем одну на двух. Манюня метр на 60. В ней помещается все необходимое, чтобы спасти жизнь человека здесь и сейчас. Мы имеем массу перевязочного материала. То есть все, что согласно световых стандартам тактической медицины, все есть в этом рюкзаке. Пока они снова собирают чудо-рюкзак, вдали слышен взрыв. Военные начинают прокрывать технику. Этот звук – сигнал и для этого водителя. Андрей, услышав рев, начинает заводить и свою машину. Крошка-ратовница. Реанимобиль, подаренный белорусами, еще никогда его не подводила. Задача – довести людину живую, дать первую необходимую помощь, чтобы людина выжила. Карательная медицина. Карательная медицина. Ну, в хорошем смысле. Водитель ротовницы – местная достопримечательность. Ведь нечасто узнает, что в санитара переквалифицировался настоящий рок-певец. Я считаю, что человек, во-первых, должен защищать свою страну, або помогать тем, ну, той справой, которой он владеет, там, досконально. Будь то песня, або там вязание хотя бы носки, ну, что хочет. Носки вязать он не умеет, а вот в роли санитара-водителя цены ему нет. Своё новое призвание обнаружил случайно. В один момент понял, идет война, а значит, он не может отсиживаться в столице. Бросил все и уехал на восток. Теперь свои клипы рифмастер снимает на передовой. Закончится ротация, повернемось до справ музыкальных, але припиняти покидая война, допомогати збройным силам, я, ну, не припинятам, это точно. Пока рифмастер готовит программу для бойцов к Новому году, мы отправляемся в Карловку. В специальном растворе, сустав, отмываем от остатков крови, зубов, хирургический инструмент. В этом кабинете королевские условия. Неплохой ремонт врачи сделали за свой счет. Все для удобства пациентов. Помогают и местным, и военным. Я сам из Мелитополя. Таких вот помещений, скажем, от обслуживания очень мало. В Мелитополе? Да, в Мелитополе. В частных клиниках тут примерно вот такие возможности. Многие думают, что стоматология не самая необходимая на фронте. Но без дантистов здесь просто не обойтись. Полевая жизнь, самое главное, стресс от войны, в первую очередь бьют по самым слабым местам организма. И в первую очередь по зубам. Старшина Иван Грищенко здесь уже третий раз. У меня с 14-го года я потерял 8 зубов. И вот если еще потерять 2 зубы, это будет вообще некрасиво. Вот ребята, мне его спасли. Назар Микутский не может сосчитать количество ротаций в Карловку. Уже год систематически приезжает в клинику на ротацию по 2 недели. Я хотел допомогти чем-то. Каждая людина должна допомогать тем, в чем она больше может допомогти. Ну я думаю, я стоматолог. Есть такой проект, я попробую. Попробовал. Побачив, что действительно работает, что можно допомогти. Ну и втянулся в это все. Они втягиваются и уже не могут остановиться. Для каждого из них это уже давно не работа, а скорее призвание. Марьян Кушнир, Антонина Моровди, Донбасс Реали, Радио Свобода.